Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Давид Тартеров, я шеф-повар мясного ресторана «Пурпурная овца». Как мы знаем, еда объединяет не только семья, но и поколения. Но порой бывает трудно придумать что-то новое и порадовать своих близких. Поэтому я вместе с вами буду готовить каждый день какое-то новое блюдо, которое сможет разнообразить ваш обед, завтрак или ужин. Поехали! Сегодня мы готовим холодный суп. Холодный томатный суп-гаспачо. На улице жара, хочется вкусного и что-то холодненького. Нам понадобится болгарский перец, огурцы, помидоры, сливочный сыр. Я уже его взбил заранее. Это сырный мусс. Взбивается сливочный сыр, творог, немного сливок и много разной зелени. Оливковое масло, винный уксус у нас есть немножко, соль, перец, помидоры в собственном соку перетертые. Можно взять томатный сок. Ну и, конечно же, зелень, сельдерей, лук красный, ялтинский, сладкий-сладкий, как яблоко. Для начала мы возьмем болгарский перец. Нам нужно будет сейчас собрать наш суп. Вот наша миска. И теперь собираем наш суп. Бросаем туда вот такие большие лепесточки болгарского перца. Возьмем помидор и также крупно нарежем. Посмотрите, какой течет вкусный помидорный сок. Помидоры должны быть спелые обязательно. Сейчас лето. Ассортимент просто огромный. Помидоры вкусные, сочные. Теперь дальше. Берем огурец. Вот тут как раз-таки огурец нужно будет обязательно почистить. Нам нужна ее мякоть. Шкурка у нас будет жесткая, а это нам ни к чему. Этот с любовью почищенный огурец мы бросаем в нашу миску. Его не обязательно резать. Прямо вот так. Дальше берем острый перец. Перец реально острый. Вчера пробовал. Поэтому я его положу совсем чуть-чуть. Возьмем сельдерей. Также крупно не церемонить лук. Вот так крупно нарежем. Бросаем. Теперь мы должны все это вместе поженить. Они меняются вкусами. Вы знаете, вот так вот. Немного винного уксуса. Немного оливкового масла. Соли. Свежего дробленого перца. Я, кстати, люблю всегда дробить свежий перец. Потому что который продается уже молотый, он никакой. Но мы готовим для семьи, понимаете? Как мы можем взять никакой перец? Поэтому мы его будем свежим. Вот сюда. Есть. И теперь нежно, с любовью мешаем. Мы их женим. Так. Готово. И отставляем в стороночку. Нам нужно подготовить блюдо для подачи. Мы же хотим, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Мелко режем болгарский перец. Возьмем тарелочку. Возьмем огурец. В этом случае огурец я чистить не буду. Мне важна еще его наружная сторона. Зеленая, красивая. Все режем мелко кубиком. И главное, надо запомнить, что режешься всегда тупым ножом. Поэтому держите всегда ножи острые, а сердце горячее. Сельдерей. Вот так и происходит, знаешь, в приготовлении. Положишь продукт, а потом сидишь и думаешь, что нам нужно, что нам нужно. Раз. О, давай огурчик, давай сельдерей, давай болгарский перец. А потом ешь и говоришь, да. Я знал, что я делаю. Сейчас большой тренд на эти холодные супы. И в него можно добавить, например, клубнику. Почему нет? Его можно использовать в клубнику в салат, в холодный суп, в десерты. Его даже, я знаю, я сам в детстве ел не совсем созревшие клубники. Для меня нет определенных правил. Вот если мне это нравится, значит так и есть. Вот зелень порубили мелко. Так, дальше положим наш ялтинский лук. Помимо самого супа, ну понятно, что суп мы будем пробивать. Мне еще важно, чтобы была какая-то структура у супа. И когда вот это все будешь вместе есть, будет такой появляться иногда, знаешь, так раз и похрустывает. Что-то свежее, взрыв. Вот это и есть кайф. Я понял, что он хотел мне сказать повар. Вот для этого мы каждый день и готовим. Ну и соответственно, семья, когда будет есть, говорит там, если папа готовит, как в моем случае. Говорит, папа, бомба. Я мировой папа. Вот так все мешаем. Теперь берем наш супераппарат. Он будет у нас взбивать наша уже поженившаяся молодая семья из болгарского перца, помидоров, там еще много-много чего. Ставим все это дело. Вот оно масло. И теперь сюда добавляем как раз наши перетертые помидоры. И хорошенько взбиваем. Вот и все, готово. Теперь нам нужно обязательно попробовать наш суп. Это, кстати, второе правило. Всегда пробуйте то, что вы готовите. Хорошо, что я это сделал. Немного соли еще. Так, быстренько взобьем еще разок. Ну вот и все, наш суп готов. Его нужно обязательно охладить, ведь это же холодный суп. О, чудо! Посмотрите, у меня же супчик мой остыл. Вроде бы прошло всего лишь секунда, а на самом деле прошло полчаса. Чудо телевидения. Так, мы его, значит, ставим. И теперь подготавливаем нашу тарелочку для подачи. Мы с вами готовили вот эти вот мелко рубленые овощи. Выкладываем. Я у себя в ресторане, на самом деле, так и подаю ее. Берем наш подготовленный сырный мусс. Как вы помните, я взбил творог, сливочный сыр, много зелени. Почему сыр? Я в детстве всегда любил есть помидорный сок, свежевыжатый, и крошил туда соленого сыра. Я безумно его любил. Я брал хлеб свежий, черпал его и начинал есть. И когда говорят гаспачо, я говорю, гаспачо со мной из детства, мы возьмем пару ложек и сделаем одну кнельку. Вот так вот, ложечками. Опять же, как не забываем, да, всегда мы готовим с любовью. Когда готовишь с любовью, всегда получается. Я приготовил вот такие вот тоненькие слайсы огурца. Мы их просто возьмем, это на украшение нам. Вот так вот закрутили и получили такой вот ролл. Положили. Теперь у меня есть немножко слайсов редиса тоненьких. Это опять же можно делать, можно не делать, это только для украшения. Ну и, конечно же, нашей черпи, да. Вот я на него посмотрел и говорю, а почему бы нет? Вот так и готовим всегда. Почему бы нет? Давайте попробуем. Чем вы чаще будете пробовать продукты разные и давать их своим детям? Я всегда говорю, что очень важно пробовать. Потому что, когда вырастает ребенок, у него уже есть база вкусов своих. Поэтому ешьте правильно, ешьте с любовью. Ну и красивой фразой хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу. Приятного вам аппетита. Любите друг друга. Наш суп готов. И когда соберутся ваши любимые и близкие, поставьте его вот так вот перед ними. И аккуратненько вокруг залейте этим холодным, но наше сердце горячее, этим прекрасным и вкусным супом. Ну и немного, конечно же, оливкового масла. И давайте немножко соли и свежего перца. Субтитры подогнал «Симон»